привет мои хорошие предлагаю сегодня посмотреть какие эмоции хранит в душе ваш мужчина внимательно следим за сигнификацией смотреть сегодня буду на таро древний свиток и черный гримуар как раз таки в душе поковыряемся данной колодой посмотрим что там в эмоциях и сигнификацию буду делать свитком крайне редкий гость на моем канале данная колода почему-то в этот расклад захотелось взять именно ее если расклад ваш значит слушайте дальше если сигнификация не подходит значит сегодня расклад не для вас и так мужчины сильное желание здесь куда-то намылиться в поездку собирается или у него перемены здесь какие-то то что ему очень сильно хочется да здесь хочется от наш обстоятельства заставляют не по доброй воле потому что так будет лучше или потому что так будет правильно или потому что обстоятельства заставляют двигаться именно в том направлении а вы здесь пока смотрите какое решение он примет или в связи с тем что он здесь сейчас движется в новые берега да вот под гнетом чего то времени действий других людей смотрите к чему же все это придет ваших действий я здесь не вижу здесь наоборот в действиях бездействия и вообще вы сейчас находитесь в своем собственном обновлении может быть наступающая весна на вас так действует что весна время обновлений и хочется каких-то перемен может быть здесь для вас в отношении с этим человеком завершился какой-то цикл наконец-то перестали испытывать какие-то страстные чувства или вы наоборот здесь чувствуете что здесь прилив у вас энергии какой-то до эмоции по отношению к этим к этому человеку и вас это немножко настораживает поэтому я подожду до что я сама здесь буду дальше испытывать главная ваша задача здесь посмотреть что же будет делать ваш мужчина из головы здесь он у вас не выходит и здесь может сложиться такая ситуация вы его пытаетесь всяким образом из своей головы прогнать потому что вам нужно разобраться в своих чувствах сейчас на данный момент он все все равно там сидит но конечно здесь если ситуация что у мужчины перемены там мужчина переезжает или мужчина меняет место работы или мужчина в целом здесь как-то меняется заставляет вас об этом думать хочешь не хочешь здесь приходится в действие здесь пока мы решили здесь не торопиться особо здесь мужчина в свой бот своей жизненной ситуации которая заставляет его идти к переменам он на самом деле девочки идет потому что здесь действительно вынуждают какие-то обстоятельства не потому что ему хочется или ему не хочется и он принял такое решение для себя он в своих действиях что это приведет к чему-то хорошему на самом деле здесь не уверен здесь показан мужчина который потерял какие-то жизненные ориентиры здесь мужчина и кстати здесь с работой могут быть проблемы с работы с финансами с вот копил копил на что-то срочно пришлось потратить либо готовиться к тому что есть какие-то накопления а теперь их нужно тратить а что будет дальше и если мы говорим о финансах то мужчина о финансовой сфере своей жизни здесь тоже находится состоится в состоянии пространстве да что будет дальше и вообще если посмотреть его жизненный цикл на ближайшее будущее я не вижу чтобы здесь мужчина как-то сопротивлялся здесь мужчина плывет по течению а течение здесь набрало определенную скорость и вот его вот такое вот бездействие да я плыву куда кривая выведет потому что так надо далее потому что обстоятельства заставляют и позволяет ему чувствует свое какое-то бессилие что же здесь мужчину так заставляет ну здесь на воду жизнь заставила согнуться и хочешь не хочешь вот просто расслабься и не сопротивляйся потому что так будет лучше видите здесь мужчина решил кто-то ему сказал или это чья-то такая жизненная позиция которая у него в примере стоит ну у всех же тогда или у моих родных близких так значит и я так должен и и вот мнение это в голове есть идея в голове есть что так будет лучше а в целом как эта ситуация вывернется именно для него да для кого-то так действительно было бы лучше а вот именно для меня и мужчина здесь но сейчас не может бить себя там кулаком в грудь и говорить я знаю что будет хорошо я знаю что так лучше все сделать поэтому я так делаю здесь если мужчину спросить зачем ты это сейчас делаешь даже если работу меняет потому что так надо он скажет и или потому что так будет лучше или зачем ты сейчас ну допустим да там меня заблокировал потому что много в комментариях что за заблокировал без объяснений или мы поссорились не чтобы поговорить он взял заблокировал если вы спросите зачем ты это делал он хочет перемен и он понимает что эти перемены должны быть в его жизни но не своими собственными руками делать а потому что есть обстоятельства которые его подталкивают в то русло в которое он идет и зачем ты так сделал я посчитал что так лучше да илья понимаю что так будет лучше такая с одной стороны на словах вроде бы он и говорит что да вроде как мое решение а на самом деле девочки здесь не решение здесь куда кривая выведет вот куда подхватит его течение туда он и поплывет какая-то такая вот полу пассивная позиция и на словах он может сопротивляться и может кому-то говорить что нет я еще не решил я еще подумаю как сделать а на самом деле а на самом деле он прямой наводкой идет туда вот куда его здесь тянут не не свое собственно здесь решением мужчина реализует кто-то заставляет или кто-то ему сказал что так будет лучше кто-то его не знаю припугнул да и сказал что если ты так не сделаешь там будет еще хуже абсолютно здесь вот воле изъявления мужской абсолютно подавленное он это сам чувствует демонстрировать не будет потому что здесь король мечей но не пристало королю мечей говорить что за меня решили а я теперь буду делать вот как мне сказали хорошая мина здесь при плохой игре а на самом деле вот здесь полное какое-то уныние вот расписался вот физически расписался собственно беспомощности хотя на деле может строить и связь здесь кого угодно и как угодно ну тогда вот хочется тогда спросить а ты понимаешь что по сути у кого бы ты из себя не корчил ситуация такая что ты вот ведомый здесь человек как он это объяснит так лучше так стабильнее видите зато проблем не будет зато все хорошо будет вообще ваши здесь ну вот я говорю здесь вы бездействуете и точно так же здесь карта повешенный вся ваша сейчас задача это смотреть что будет делать этот король его действия его поступки либо как он выкрутиться из той ситуацию в которую попал и которую разрулить не хочет такой знаете человека который можно управлять он будет сопротивляться но всего лишь на словах он будет показывать как он недоволен он будет показывать как ему не нравится он может всем вокруг жаловаться но физически сопротивляться он здесь не будет не собирается его здесь его разрешение его мнение здесь не спросили я не знаю что это ведомый человек слабой воли человек подкаблучник или настолько вот какой-то вот все всего боится вот и живет чужим умом не знаю но вот для него есть какая-то идея что вот туда куда я поплыл там будет лучше всего сопротивляться бесполезно но чтобы кто-то о нем вдруг не подумал плохо он всегда может на словах показать что я не согласен я еще не решил я еще никуда не иду хотя уже в полшаги до того момента чтобы дойти вот такая вот здесь сигнификация здесь больше все-таки не о ваших отношения а больше здесь о нем да и некий рассказ но зная своего мужчину знаю вашу ситуацию здесь вы точно сможете понять ваш расклад или нет если сомневаетесь и если точно не уверены девочки лучше не притягивайте за уши чтобы не было разочарование то что слышите то что хотите слышать а в итоге прогнозы не сбываются они сбываются у тех которые либо сами анализируют и выбирают все свое интуитивно подсознательно подсознание вас не обманет либо действовать строго сигнификация когда вы точно знаете да вот это моё да вот на сто процентов моё и в таком случае прогнозы сбываются посмотрите все старые видео и много кстати под старыми видео я вижу новых комментариев когда пишут туда именно так и произошло да именно так и случилось там пересматриваю ситуацию и видео да там допустим годичной давности двухгодичной давности пересмотрела в тот момент когда отношения были и по прогнозу именно так и произошло в этом нет никакого волшебства да в этом нет ни никакой магии потому что карты они очень точно считывают информационное поле и если вы находитесь в этом информационном поле карты подхватывают вашу ситуацию информацию и дают вам прогноз но который на 70 80 процентов будет такой но залог того что вы попали в свою ситуацию это очень самое главное да и очень важный момент те кто у меня в гостях те кто приходит меня послушать спасибо вам большое что вы не забываете спасибо большое что мои расклады уже просто для настроения кому-то для успокоения кому-то вот занимаясь какими-то бытовыми там домашними делами помогают скоротать время чтобы не так это рутинно было спасибо вам большое но те кто смотрится с целью получить информацию о человеке о своем будущем пожалуйста сигнификация это очень очень важно я для этого и ее и делаю раньше не делала но потом по анализу комментариев поняла что все таки здесь не все не всегда получается людям угадать позицию когда сразу начинается прогностики поэтому делаем срез основных событий и дальше смотрим давайте в душу заглянем что у него по отношению к вам в его собственной душе что хранит какие эмоции и все 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 о нем здесь мужчина который в принципе не может ограничиться чем-то одним здесь мужчина который говорит вот буквально если я с кем-то и не с тобой мне без тебя одиноко если я нахожусь с тобой то мне опять же чего-то не хватает здесь мужчина который должен иметь ну допустим женщину жену с которой хорошо спокойно но при этом чтобы женщина была еще способна на сюрпризы периодически какие-то ему я не знаю там романтические вечера когда он не ожидает там какие-то но я не знаю да подарки какие-то мелочи которые его удивят вот это вот было бы для него хорошо да но здесь опять же мы исходим из того что не всякая женщина да вот будет выкладываться на все что чтобы ее мужчина не заскучал мы же тоже женщины нам же тоже хочется внимания а тут получается вокруг одного короля мы пляшем чтобы ему вдруг там не захотелось где-то там пойти поразвлекаться лишний раз там с мужиками там на рыбалку съездить или лишний раз найти какой-то повод чтобы просто сбежать из дома если ваш мужчина девочки сейчас находится не с вами неважно он командировки или ваш мужчина не свободный потому что здесь ситуация любовного треугольника в том числе да это карта очень ярко об этом говорит здесь парочка на горизонте еще другая женщина то здесь четко для себя понимаете что в душе он хранит нехватку и дефицит вашей энергии вашего внимания вашей ласки вашего тепла ему этого не хватает но если этот мужчина с вами сейчас вы с ним общаетесь так или иначе для себя понимаете что у него в душе дефицит дополнительных эмоций которые бы закрыли бы все его потребности вы сами знаете свою ситуацию и вы примерно можете понять всегда отталкиваетесь от того что когда мужчина был вами заинтересован когда мужчина был готов быть с вами там 24 часа на 7 и когда выделял каждую свободную минуту ну или максимум своего времени между вами была определенная атмосфера и вспомните себя в этой атмосфере в то время вы закрывали все мужские позиции потребности позиции все позиции его потребности вы закрывали и посмотрите что из тех позиций которые были сейчас вы ему не додаете вот это ему не хватает если же мы говорим что мужчина не рядом с вами тем более вы допустим на расстоянии до этом или у вас какое-то виртуальное общение и находясь с другой женщины если еще присутствует другая женщина в ней не хватает того что есть вас на и вот вашей энергии ему здесь не хватает так что смотрите здесь двоякая ситуация и опять же карта влюбленных это тоже выбор да это тоже некая вилка который потому что карта здесь мы читаем в двух направлениях так что для тех кто не вместе ему вас не хватает и эмоции в душе тоска на одиночество пусть он и не нуждается до в том чтобы вы были у него круглосуточно но ему частичку вашей душе до частичку вашей тепла хочется иметь и не понимать что это у меня есть что я этого не лишён ну и наоборот да что если он с вами то здесь в том числе есть одиночество что-то перестала ему вас устраивает перестала ему хватать из того что было раньше казалось бы две карты на столько информации но старшие арканы в нигде всегда зарыто многое особенно если мы берем еще информацию вот с основной части расклада пошли дальше смотрим дальше мечта о том и кстати воспоминания не зря я сказала вспомните те моменты когда ему все нравилось и вспомните те моменты когда все у вас было ярко феерично и зажигательно здесь мужчина вспоминает былые времена и в своей душе хранит эмоции самые яркие которые связаны с вами первая встреча первые поцелуи там первое прикосновение к друг другу там первый интим здесь все все что знаете вот будоражит кровь когда ты это вспоминаешь и от воспоминаний становится как-то хорошо то что взбудоражить мужчину вам удалось это безусловно и эмоции да вот воспоминания вот этого взрыва здесь мужчина в душе хранит и о повторении здесь мужчина пережить снова эту гамму чувств здесь мужчина хотел бы и здесь не просто хотел бы здесь мечтал и мы смотрим до 5 карт из них уже четыре старших аркана и младший аркан тоже такой немаленький до рыцарь жезла вы в этой жизни у данного человека не мимо проходящая персона здесь прочно поселились в душе и если вы с мужчиной сейчас общаетесь либо общение не складывается четко поймите вот мужчине не хватает всего того что вы ему давали на вот всю эту феерию если же мужчина здесь находится с другой женщиной да вот те эмоции но он помнит все равно что вы ему могли преподнести вот какую гамму чувства ему могли подарить немножечко может быть путана девочки говорю не могу вот для каждой из вас находясь вместе вы не вместе объяснить вот очень понятно девочки простите не всегда бывает такое но здесь просто такого знаете вот какой-то спектр чувств когда ты с одной стороны видишь что мужчина помнит всю гамму эмоций мужчина пережил с вами незабываемые события и они у него в душе останутся навсегда что здесь и страсть да здесь и просто вот полет души и когда вот мужчина вот просто вот накатывала да вот как волной эмоции касающиеся все все что касается вас и он это не забыл но здесь четкий момент что мужчина однажды мог с вами это потерять да и пусть он с вами сейчас допустим не общается да и пусть он находится с другой женщиной и пусть это был его добровольный уход но здесь уход был от того что он растерял все то что он когда-то приобрел с вами и он поэтому тоскует если здесь мужчина даже с вами девочки опять же здесь эмоциональный момент того что раньше да вот вернуть бы все как у нас было раньше было бы хорошо и это может быть поводом того что где-то у него тоже могла появиться другая женщина что раньше вы закрывали все его потребности в какой-то момент этого стало не хватать а так как мужчина уже привык да ему понравилось ему это нравится возможно начался поиск где-то в другом месте это не говорит о том что вы обязаны каждому мужчине с которым вы встретились вот организовывать праздник каждый день это сугубо мужская здесь позиция и сугубо некоторых здесь мужчин мы всего лишь охватываем это не говорит о том что это все такие да ну много мужчин таких которые хотели бы чтобы рядом с ним была женщина с которой было бы уютно хорошо комфортно но при этом чтобы женщина еще вот раз от раза да вот выдавала что-то такое чтобы он понимал что вряд ли я это найду где-то в другом месте да и и рисковать такими отношениями ради какого-то флирта да ради каких-то интрижек да ну его да здесь лучше не надо как бы девочки здесь не было по воспоминаниям и то что осталось в душе самые яркие моменты мужчина здесь либо добровольно не вспоминает все какие-то но не хорошие моменты ваши отношения либо он попросту такой человек который негатив старается не воспринимать и вот флешку стер информацию и вот помнить здесь что-то хорошее но вот бурю страстей такой какой-то яркий костер в душе вас хранит и мужчина здесь принципе может сравнивать вас с другими женщинами и даже в постели в том числе как было с вами а сами здесь было хорошо я хочу сказать а как с другой женщиной лучше хуже этого вопроса мы не касаемся вы у него являетесь неким эталоном с которым он может сравнить да эмоции здесь не шуточные даже вот если вот они были вот почему даже были здесь карт такие вот которые указывают на время и отшельник да и колесница и карта звезда это все могло быть в прошлом и даже девочки если это было не знаю 10-15 лет назад ваших история и вы просто зашли на канал случайно попали на данное видео поверьте тот мужчина о котором вы здесь решили спросить у как он все помнит вот буквально как будто это было вчера пусть без деталей пусть без подробностей но память его подсознание его до мельчайших деталей все ощущения здесь может воспроизвести так что здесь не шутки да действительно говорят что нет не страшно не та женщина которая держит за причинное место не будем называть эти слова вслух а страшно та женщина которая держит за душу вот такие вот эмоции храня в душе здесь эти эмоции даже после долгого периода молчания это все может вспыхнуть с новой силы потому что здесь все в памяти свежо и такое не забывается и всегда будет соблазн пережить это заново и ты знаешь с каким конкретно человеком ты это можешь пережить поэтому вот нередки случаи когда был страстный роман потом люди разочаровались друг друга да или поняли что им дальше не по пути и встречаются через какое-то время и как будто бы расставание не было как будто бы неприятных моментов никогда не было все с новой силой с такой же либо с еще больше потому что да когда когда ты держишь человека за душу это всегда помнится и конечно хочется такое пережить заново такие чувства не подделать такие чувства не сымитировать здесь все по-настоящему болезненное здесь состояние и здесь мужчина очень вас ревнует эмоции которые в душе но конечно ему же хотелось самому обладать или хочется самому обладать вот той страстью которую вы можете ему дать самому чувствовать и греться у того костра который вы можете в нем разжечь и любой мужчина да не важно замужем вы у вас поклонники или просто кто-то обращает на вас внимание вы с кем-то общаетесь подружески ли симпатии это в нем вызывает просто убийственные эмоции он не хотел бы делить вас ни с кем для него лучше вы будете одинокой женщины несчастной женщины нежели счастливы потому что но здесь я не могу сказать что прям как собственность вы его но эмоции которые вы ему даете вот это его собственность и конечно чтобы еще кто-то почувствовал то что чувствует мужчина нет конечно поэтому здесь ревность да и ревность страшная он может вам даже не показывать этого или никогда не показывал но здесь делиться вот какими-то интимными сокровенными моментами которые вы в нем вызвали с каким-то другим мужчины чтобы он почувствовал все то же самое здесь прям до невозможности жалко жадность такая включается до взбодоражили здесь мужчину взбодоражили не на шутку и он может вас смело сейчас ненавидит а он смело может быть не чтоб я тебя не видел и знать не знал но все то что вы в нем вызвали и все это настолько свежо в памяти что вот от любви до ненависти и это такой накал страстей здесь что и ненавидеть может люто после таких эмоций но как бы то ни было девочки все равно помнит все это из хорошей волной да с хорошим оттенком его не бесит до что у него с вами была какая такая история яркая наоборот а это элемент теперь эталона для него вот как погами чувств теперь с другими женщинами если вы не вместе и на будущее точно понимаете и ей если вы не захотите наблюдать как он там решает свою проблему жизнь-то разная да вы разочаровалась человеке находите другого ему говорите до свидания эмоции в душе девочки будет хоронить вот очень очень долго вплоть до того чтобы до конца своих дней будет помнить может быть внукам будет рассказать что у меня была такая женщина с которой там это это и пятое десятое он не хочет вот водички то эмоция которая у него четко уже он очень не хочет чтобы вы были любимые счастливой и довольны собой неважно вместе мы вы или нет ему легче будет действительно если вы будете одинокой и до конца своих дней будете одиноко ему будет спокойнее ваше счастье это предмет его бессонных ночей ваше довольное лицо улыбка на на вашем лице да такая довольная что все у вас хорошо состояние что вы любимая женщина и что вы влюблены другого человека вот просто вот смотрите есть какие как тройка мечей десятка мечей девятка мечей просто до трясучки его доводит до до дикой ревности когда он может сам себя изъесть изнутри а всего лишь от того что вы можете находиться в прекрасном настроении и конечно это прекрасное настроение вы создаете себе паре помощи каких-то других людей и а вдруг это мужчины ни в коем случае здесь эмоции девочки от любви до ненависти от любви когда вы можете дарить ему эмоции до ненависти если эти эмоции вы можете дарить другому мужчине вот да вот до трясучки здесь очередной треморный наверное да наш какой-то когда зубы будет сжимать от ярости когда будет видеть что вы счастлива до его подругу с другим мужчиной с достойным мужчиной который смотрит на вас пылинки с вас сдувает и вы вся млеющая вот эта картина для вашего мужчины будет просто его собственным самоуничтожением он сам себя съест вам дело для этого ничего не придется мы просто ваша идеальная жизнь с другим человеком пусть не настолько идеальная но внешне идеальная это его личное самоубийство здесь ну и поверьте на слово если мужчина поймет вот для тех кто не вместе вот здесь для тех кто не вместе то сейчас в ссоре в расставании в конфликте в паузе если у вас появляется вдруг другой мужчина и он понимает что вы влюбляетесь или он предполагает что вы с ним счастлива особенно если у него есть какие-то факты доказательства где-то ему кто-то сказал или он увидел вот поверьте он просто постучится вам в дверь позвонит на телефон напишет сообщение мелькнет каким-то неизвестным номером на ваш телефон с неизвестного аккаунта какие-то добавления в друзья там непонятные сообщения вот это для него будет знаете на ю тубе последнее время там вызов любимого да как зазвать там ритуалы и так далее так далее так далее вот вот вам ритуал без ритуала ваше счастье ему не пережить и и это заставит его выйти или вылезти из его собственной берлоги там пещера глубину не знаю какая потому что много мотков на пеньке вот и есть и соответственно расстояние не маленькая до чтобы вес выдержать логически все как бы глубоко он не находился как бы далеко и в какой бы глубокой засаде для кого-то сейчас в какой-то глубокой сами знаете где он не находился он обязательно даст вам о себе знать какую-то весточку завяжется разговор не завяжется не знаю но проявится проявится вот он на вызов любимого когда ничего особо делать то и не надо да там свечи женщине я не знаю там в колокола бить добывать там святую воду ничего не надо вот это то что вот его просто вытянет с любого дна вот со любой глубокой ямы одним глазком посмотреть не знаю подслушать уши погреет а как там вашей жизни вот это девочки эмоции вот это действительно та ситуация что в душе сей сидите у него крепко в душе сидите у него серьезно и такие чувства не забудет и делиться ему не хочется и вам он желает быть одинокой и я очень вам советую не позволить сбыться его счастью делайте все чтобы быть довольны делайте все чтобы быть счастливой пусть даже одна но женщина не одинокая до женщина самостоятельно почему женщина путешествует одна женщина путешествует не одна а самостоятельно вы тоже должны понимать разницу в этих словах. И поэтому я самостоятельна, я самодостаточна, я довольна собой. Не дайте ему жить спокойно, когда он будет знать, что вы одинокая, что вы пытаетесь построить свою личную жизнь, не получается, что у вас и в других сферах все не очень. Вот это ему будет давать залог спокойствия. Пока у вас все не очень, ему на душе спокойно. Как только у вас все супер, как только у вас все хорошо, вот там вот будет вша под хвостом. Вот слово здесь даю. Вот в этом раскладе, да, вот вашего счастья не переживет. И вот просто вот любым способом он здесь проявится. Я даже, девочки, больше карт добавлять не буду, потому что здесь вплоть до того, что мы даже посмотрели, что сделать, чтобы его выудить наконец-то на поверхность. Ну, конечно, это тоже будет некая работа. И если вы находитесь сейчас в какой-то депрессии, когда вы не можете собрать себя в кучу эмоций, саму себя, здесь нужно приложить усилия. Из депрессии выбираться достаточно сложно, потому что это не просто состояние, да, это уже болезнь души. Но при одном желании изменить себя и посмотреть, вот, это то унылое состояние и та обстановка, в которой я себя чувствую, поменять обстановку, взять что-то на вооружении, там, новое занятие, я не знаю, домашнего питомца, который будет отвлекать, да, ему тоже надо внимания, ему тоже надо любовь там. И это вытянет вас, это для тех, кто в депрессии, пусть не до конца, потому что выход из депрессии, он постепенный, он с плюсами, с минусами, точнее, с победами, с проигрышами, да. Но ваше одно желание выстроит вам перед вами, перед вами паримул, по которой вы потихонечку-потихонечку выйдете. Самое главное вам этого захотеть. И здесь вы можете захотеть, чтобы ваш дорогой не чувствовал себя так вольготно, комфортно, потому что у вас все не очень. Сделайте, чтобы у вас все было очень. Доставьте ему несколько минут, а тут будет не минут, да, много-много-много часов не очень комфортного состояния в душе, потому что ему радостно и хорошо, если у вас не очень хорошо. Поэтому не дайте ему такого удовольствия. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам расклад понравился. Я очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы. Я желаю вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья в первую очередь. И, конечно же, жить по принципу «вчера мечта, сегодня цель, завтра реальна». И, кстати, выход из депрессии под этим девизом тоже очень-очень возможен. Не знаю, почему за депрессию здесь, но здесь вот карты, что у мужчины будет депрессия, глубокая депрессия, если вы будете счастливы. Поэтому, скорее всего, и из вас кто-то находится в таком состоянии, когда нужны слова, которые помогли бы вам найти тот путь, который вас выведет наконец-то в нормальное состояние. Путь королевы кубков. Довольная женщина, женщина, которая любит, как минимум любит жизнь, как минимум любит себя, как минимум хочет быть красивой, хочет быть счастливой, хочет быть лучезарной. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего и найдите в себе королеву кубков, в которую бы вы сейчас вот вложили свои ресурсы, энергию и омрачили хорошее настроение вашего мужчины. Ну, а на сегодня все. До встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok